Черная пантера это самый грациозный хищник, мутант на земле. Почему эти хищные кошки черные? И зачем они тащат свою добычу на дерево? Какого цвета будет детенышу черных пантер? И бывают ли белые пантеры? Будет интересно. Поехали! Не существует такого животного, как черная пантера. Точнее, оно существует. Но под этим названием объединяют представители различных видов хищных кошек. По причине меланизма они имеют специфический темный окрас. Всего к пантерам относят тигров, львов, ягуаров и леопардов. Но черными могут быть лишь последние два вида. Итак, черная пантера это черный ягуар или леопард. Черный окрас у пантер возникает из-за мутации, которая приводит к сбою гена, который отвечает за меланизм. Склонность к этой мутации передается по наследству. Но не стопроцентно. У обычных животных может родиться черный детеныш. А бывает и наоборот, у черных родителей обычный котенок. Но повышенная вероятность передачи гена от родителей к потомству есть. Поэтому больше всего черных пантер в мире обитает в Малайзии. Там они составляют почти 50% от общей численности популяции. Также черные пантеры распространились в Эфиопии и Кении, а также в Азии и Южной Америке. Почти всегда у этих животных прослеживаются узоры из пятен и полосок на шкуре. Абсолютно однотонный черный окрас у пантер тоже встречается, но крайне редко. Для того, чтобы шерсть была абсолютно черной, нужен рекордно сильный меланизм. Противоположность меланизма, альбинизм, также редкое, но хорошо узнаваемое явление в мире животных. Можно встретить и белого льва, и белого тигра. Встречаются и белые пантеры, правда крайне редко. И в дикой природе они, как правило, долго не живут. Виной всему именно белый окрас, так как устроить засаду и быть незамеченным с такой окраской крайне тяжело. Но вернемся к черным пантерам. Этот хищник имеет внушительные размеры. Длина тела варьируется от 90 до 160 сантиметров в зависимости от видовой принадлежности. А средний вес в районе 50 килограмм. Однако масса не следящих за своей фигурой особей может достигать 100 килограмм. Это относится и к людям. Хвост у этих созданий может иметь длину более метра. Кстати, размер самцов превышает самок на 20% и более. Максимально зафиксированная, скорость для которой способна разогнаться кошка, 88 километров в час. Кроме скорости, пантеры выделяются еще и тем, что считаются самыми опасными хищниками на планете. Они очень кровожадны. И когда голодны, могут накинуться на любое живое существо, в том числе и на человека. Животному присуща бесстрашность. В отличие от других хищников, они не привыкли прятаться при виде людей. Тем не менее, зарегистрированных случаев их нападения на людей практически нет. Они настолько редки, что их можно пересчитать по пальцам. Они предпочитают приберегать силы для добычи, которая их интересует с пищевой точки зрения. Пантера – это то животное, которое является превосходным охотником. Эти хищники выходят на поиск добычи ночью, потому что именно в темное время из-за их окраски невозможно увидеть само животное. Поиск жертвы пантеры ведется на земле. Также эти хищники часто караулят добычу около водопоев. Все черные пантеры предпочитают охотиться из засады, а не гоняться за добычей, как это делают гепарды. Большая часть атак у них заканчивается неудачей, но перед следующей попыткой им все равно требуется отдых. Каждая попытка сжигает массу калорий. Промахнувшись много раз подряд, животное рискует ослабеть настолько, что не сможет никого поймать и в результате умрет с голоду. Эти хищники довольно прожорливы, ведь к черным пантерам относятся леопарды и ягуары. А и тот, и другой имеют привычку не только наедаться впрок, но и припрятывать остатки добычи. Будьте уверены, они за ней вернутся, чтобы поесть еще раз. Пантеры часто прячут недоеденную тушу жертвы на дереве, чтобы до нее не добрались падальщики вроде гиен. Излюбленной едой черной пантеры считается мясо крупных травоядных животных, таких как бурволы, антилопы и зебры. Кража домашних животных, которые оказались без присмотра человека, для них тоже обычное дело. Удивительно, но черные пантеры обладают способностью изменять собственный запах. Благодаря этому им удается обманывать своих жертв, которые, думая, что идут к своим сородичам, попадают в лапы хищников. Интересный факт. Черные пантеры, в отличие от других кошек, любят плавать. И спят эти животные тоже весьма забавно. Выбирая удобную для них ветку, они на нее ложатся и свешивают все четыре лапы вниз. Также стоит отметить, что на гербе Габона разместили целых две черных пантеры. Все, кому доводилось читать книгу «Джунгли Ридьярда» Киплинга, наверняка помнят не только Маугли, но и его друзей. Включая черную пантеру, Багиру. Правда, в русском переводе Багира сменила пол, потому что в оригинале книги она является самцом, а не самкой. Также эти кошки – заботливые родители. У них рождаются два-четыре котенка, которые абсолютно беспомощны. Мать от них отходит совсем ненадолго, только для того, чтобы поохотиться. На свою первую охоту молодежь идет в полугодичном возрасте. Пантера будет заботиться о своих малышах до двухлетнего возраста. Это и делает их одними из самых заботливых родителей в мире животных. Продолжительность жизни пантеры в природных условиях составляет 10-12 лет. В условиях неволи и под контролем человека продолжительность жизни данного животного увеличивается до немалых 20 лет. Невзирая на грозный рев и дерзкий нрав, эти животные натерпелись от человека из-за своего ценного меха и охотничьих повадок. Численность этих гордых хищников пребывает на грани исчезновения. Поэтому пантера охраняется законом и занесена в Международную Красную Книгу. Спасибо за просмотр. Ставим лайк и не забываем подписываться. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok